Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одним из таких возможных вариантов дополнительных методов диагностики, возможных тестов является молекулярно-генетическое исследование. Материалы получены во время тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы. Это могут быть сами цитологические препараты, либо это просто забор материала, как это используется в некоторых международных панелях, без цитологического параллельного исследования. В настоящее время отмечается довольно широкий спектр различных диагностических тестов. Вы видите их на слайде. Современные панели основаны на разных подходах. Это и анализ соматических мутаций, таких как BRAF и RAS, транслокации, REDPTC, и использование в профиле экспрессии белокодирующих генов и микро-РНК. Есть комплексные решения, объединяющие несколько подходов. Важно понимать, что главная задача молекулярно-генетического исследования – стратифицировать пациентов на тех, у которых риск ниже или низкий, и на тех пациентов, у которых риск злокачественного процесса высокий. Однако, и не ставят перед собой молекулярной генетики задачи типировать образцы, однако, очень важно, чтобы молекулярно-генетический тест отвечал ряду критериев. Во-первых, любая панель, любая тест-система, она должна распознавать тиреоидный эпителий. И должна распознавать его, в идеале, добро, зло. Кроме этого, в обязательном порядке, мы все знаем, что такое БТСД-4, мы все знаем, что такое онкоцитарные опухоли, гертлеклеточные опухоли, и как они бывают похожи на медулярный рак, поэтому диагностическая тест-система должна распознавать и медулярный рак. Также поражения паращитовидной железы, которые попадают в категорию БТСД-4, и, соответственно, также они должны быть распознаны с помощью молекулярно-генетического теста. Ну и если не тиреоидный эпителий, диагностическая тест-система должна нам каким-то образом дать понять, что образец не содержит тиреоидного эпителия, и мы, соответственно, интерпретировать его должны какими-то другими методами. Что касается самых известных панелей, это тайросекая фирма. Обратите внимание на правую часть слайда. Здесь разделение на очевидно доброкачественные определенные категории, на очевидно злокачественные также определенные категории, и по этим категориям пациентов предусмотрена либо наблюдение, либо хирургическая тактика, и только неопределенные узлы, цитологически интерпретированные как неопределенные, они уходят на молекулярно-генетическое тестирование и также стратифицируются. Большое значение имеет показатель NPV, внизу вот он 97%. Это говорит, ну вообще, что касается тайросека, авторы докладывают о том, что вероятность рака при использовании этой тест-системы, она менее 5%. И при этом позитивная предсказательная ценность от 59% и до 99%. Что касается фирмы, также стратифицируются пациенты на пациентов с низким риском, либо с высоким риском. Отличие этой панели заключается в том, что здесь еще есть индекс выявления клеток Гертля, которые раньше назывались клетками Гертля, а теперь и опухоли из клеток Гертля, теперь онкоцитарными в новой классификации. Также высокие результаты чувствительности, специфичности и отрицательной предсказательной ценности. То есть тест-система с высокой долей вероятности не пропускает злокачественные процессы. В России существует панель, ну в общем про нее уже неоднократно докладывали и мы в том числе. Результаты этого исследования опубликованы в 2021 году. И мы, собственно, пользуясь довольно успешным опытом, который мы получили, мы решили протестировать наш вот этот общий алгоритм с коллегами вместе с челябинскими еще коллегами. Мы решили протестировать в многоцентровом исследовании. Что касается дизайна. Дизайн сложный. Во-первых, разделили образцы на цитологические и гистологические. Цитологические образцы пришли в центр ослепления. Материал полностью ослепили. После этого он ослепленный уже пошел для оценки цитологом нашего центра. И что касается критериев, которыми руководствовались цитологи, здесь важно было... А можно... Тот, кто мне помогает, можно вернуть назад. Спасибо. Критериями исключения от цитологических образцов. Возраст менее 18 лет. Плохое качество образца, что существенно затрудняет оценку материала. И недостаточное количество клеточного материала. После того, как были исключены эти образцы, остальные образцы пошли в генетическое тестирование. Параллельно с этим отдельно пришли гистологические препараты из тех же самых центров, от тех же самых пациентов. И, соответственно, они были оценены нашими гистологами. И здесь критерии исключения были, соответственно, немножко другие. Отчасти все, что касается информативности и качества препаратов, здесь мы снова столкнулись с некоторыми интерпретационными сложностями, поэтому были исключены образцы. И, кроме этого, важным очень моментом для исключения было наличие двух узлов в одной доле. Поскольку мы не знаем точно, какой узел попал в пункцию, мы не можем достоверно сопоставлять данные цитологии и гистологии. После того, как цитологические... В этот момент, когда пересматривали гистологи образцы, цитологи уже отработали и генетики уже отработали. После этого мы расслепили все данные и, собственно, посмотрели на сопоставление. В молекулярно-генетическое тестирование ушло 329 образцов. В генетике тоже часть образцов исключили, там около 30, по причине недостаточного количества материала. И часть... Мы вынуждены были часть уже готовых тестов исключить, по причине того, что один из центров предоставил неконкордантные результаты цитологии и гистологии. То есть мы не могли сопоставить... Мы при расслеплении не обнаружили совпадения по пациентам, поэтому мы просто исключили все цитологические образцы, которые не были верифицированы гистологически. Вот примерно таким образом такая структура была исследования. Бетезда-3 не вошла, не было такого критерия. Это вот так получилось, что называется. Большее количество, две трети, это доброкачественные узлы, и примерно треть это злокачественные. Что касается молекулярно-генетической панели, которая была использована, в этот раз ее немножечко расширили, дополнили маркерами микро-РНК 551, B и 31, для того, чтобы ложно-отрицательные результаты убрать по максимуму. Ну и оценивался уровень экспрессии гена HMGA, так же, как и в прошлом исследовании анализ экспрессии гена G7-2. И важным еще параметром является отношение метахондриальной и ядерной ДНК. Результаты типирования вот этих 329 образцов вы видите на слайде. В нижней таблице данные по позитивной предсказательной ценности и негативной предсказательной ценности по злокачественным процессам. NPV, который мы считаем одним из самых значимых, то есть важно, чтобы диагностическая тест-система не пропускала злокачественные процессы. Вот он показывает именно этот параметр. Он достаточно высокий, но не совсем нас порадовал, потому что по-прежнему остается проблема с фолликулярными раками, с гертлеклеточными раками. И было два образца, один анапластической карциномы и один образец низкодифференцированной карциномы, которые при стратификации с помощью молекулярно-генетического теста попали в доброкачественные узлы, вторая колонка, как вы видите. Что касается более позитивных результатов, достаточно хорошо стратифицировались образцы медулярного рака 10 из 10, 100%. Практически 95% папиллярных раков были оценены либо как злокачественные, либо прям типированы как папиллярный рак. Гертлеклеточные образцы в 60% и доброкачественные узлы в 100% были распознаны тест-системой как доброкачественные, 32 из 32. Также практически 90% аденом были стратифицированы тест-системой как доброкачественные, не требующие оперативного вмешательства. Ну и, конечно, большая проблема остается, как я уже сказала, с фолликулярным раком, низкодифференцированным раком и анопластическим раком. Вот цифра, снова возвращаюсь к ней, 93,4%. Мы сравнили результаты исследования предыдущего и текущего. Вы видите на слайде самые значимые параметры. Несколько хуже они получились, чем в прошлый раз. Возможно, это связано, и не могу точно утверждать, но один из центров не сопоставлял, ну то есть у нас не было при расцеплении данных о сопоставлении с данными УЗИ. То, что касается образцов, которые, например, мы отбирали, мы очень четко прослеживали, чтобы узел, который биопсируется, точно по размерам совпадал с тем узлом, который гистологически был интерпретирован. Мы вот этот параметр дополнительно ввели, настаивали на том, чтобы в принципе был такой подход, но поскольку со стороны одной из команд были хирурги, они говорили примерно так. Ну давайте как в жизни сделаем, ну вот как мы в реальности делаем, мы же посмотрим, как это работает. Ну вот мы, мне кажется, что правильным подходом является сначала отвалидировать тест-систему на абсолютно точных данных, а потом уже пытаться ее применять в жизни. Ну, в общем, тут вот есть такой момент. Что касается группы неопределенных, поскольку все-таки они являются основным предметом затруднений у тех же самых хирургов, мы посмотрели отдельно БТСДУ-4 и БТСДУ-5, но в отсутствии БТСДУ-3. Здесь подавляюще, ну то есть опять же, больше чем 2 трети образцов именно из этой группы. И посмотрели чувствительность и специфичность панели именно для этой группы. Здесь цифры получились более оптимистичные. И вот при доверительном интервале 95% NPV получился 95,2%. И в общем, ну это порадовало. Все-таки для неопределенных групп достаточно хороший результат получили. Почему у меня исчезла возможность переключать? Что касается задач, которые предстоит решить, это поиск маркеров для фолликулярного рака, гертликлеточного рака, ну и нужны дополнительные маркеры для низкодифференцированного ионопластического рака. И поверьте, мы занимаемся этим, ну не переставая, отбираем различные образцы для того, чтобы все-таки найти диагностические решения для этого. Спасибо за внимание. Да, Евгения Сергеевна, спасибо. Очень интересно. В дополнение к вчерашней молекулярно-генетической сессии, по-моему, очень хорошо. Спасибо.